МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женница дома номер 32 по улице Хошимина Ольга Зимина рассказала, что она и жители дома ведут активную борьбу за строительство детского сада. Мы активно боремся за строительство нашего детского сада. Что хочу сказать по данному вопросу? Строительство детского сада очень необходимо в нашем районе, так как у нас район очень густый, заселенный, детишек очень много, много молодых семей, ведется также застройка новых домов, поэтому детский сад очень нам нужен. С Ольгой Зиминой также согласилась Людмила Запхалова, жительница дома номер 45 по улице Шолмова. Она считает, что открытие детского сада решит проблему многих родителей, которым приходится сейчас водить своих детей в детские сады, расположенные слишком далеко от дома. Близлежащие сады находятся далеко, поэтому очень постребована постройка этого детского сада. Особенно много у меня друзей из поселка Врыпаевка, которые очень просят, чтобы построили детский сад новый. Директор МБУ стройзаказчика Александр Шканов проинформировал жителей микрорайона о том, что детская площадка рядом с новым детским садом будет перенесена. Действующую площадку уберут, но поставят рядом новую. Дело в том, что если поднять старую документацию этого микрорайона, здесь в Ягу называемую, на этом месте всегда был детский садик и школу чуть дальше. Воды на этом участке не было. Да, был овраг. Вода поднялась в 2014 году. Сейчас договорились с жителями, что площадку детскую мы переносим. То есть мы ее убираем, но ставим новую, современную взамен. И садик мы сделали на 20 метров. Глава администрации города Ульяновска Сергей Панчин также пообщался с жителями микрорайона по вопросу строительства детского сада. По его словам, строительство согласовано со всеми ведомствами и идет в рамках программы «Демография», утвержденной президентом России Владимиром Путиным. Строительство идет по программе «Демография», утвержденной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. За последние три года построили на территории города 8 детских новых садов. Данный детский сад сегодня строится по вместимости на 280 детей. И мы сегодня говорим о том, что водная гладь данного водоема, она не будет затрагивать. Детский сад мы построим, сохраним водоем. Мы с вами сделаем вот этот вот микрорайон вместе, один из лучших на территории города Ульяновска. Несколько дней там и назад под руководством Сергея Ивановича Морозова мы собирались в сотом лицея, микрорайоне Юго-Запад, где сегодня уже проектируем на улице Ефремова-Шигаева строительство новой поликлиники для жителей, потому что микрорайон разрастается. Сергей Панчин заверил население в том, что в ходе строительства водоем не пострадает и водная гладь не будет затрагиваться. Таким образом, городская власть Ульяновска обещает жителям Засвияжевского района, что детский сад на улице Отрадной будет построен, при этом ближайший водоем не пострадает. Сомневаться в этом нет никакого повода. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйтесь только проверенным источникам информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова